Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжается. Новый день встречаем вместе с программой Утренний Фрэш. В этом выпуске я, Влада Васильева, расскажу о некоторых актуальных культурных событиях Гомеля, а также познакомлю с другой интересной информацией. Сегодня на территории Гомельской области будет сплошная облачность, прогнозируется дождь. Столбики термометров поднимутся всего до 20 градусов выше нуля. Ветер восточного направления скоростью до 6 метров в секунду. Начнем выпуск с информации о выставках, которые желающий еще успеет посетить до конца августа. В картинной галерее Гаврила Ващенко можно увидеть фотографии, сделанные в Иране и Мьянме в 2019 году. Автор выставки «Два мира, две страны» Станислав Янчарский много путешествует. И результаты своих поездок фотограф представляет на выставках в Беларуси и за ее пределами. Через объектив от аппарата автор рассказывает свою историю о людях и событиях. Посетителям музея истории печати и фотографии Гомельщины открывают Молдову. Там работает выставка под названием «Молдова. Страна и люди». Автор-фотограф Дан Гуцу. Его снимки отражают быт людей, живущих в глубинке и передают истинные эмоции. Особое место в экспозиции занимают работы, отражающие обычаи и традиции этой страны. Успеть погрузиться в атмосферу современной Молдовы можно до 29 августа. Смотрите сегодня в нашем эфире программу «Добрый вечер, Гомель». Не пропустите разговор с интересными гостями в студии. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» в 20.25. Это хорошая возможность, приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. К другим интересным новостям. Британские ученые решили провести оптимизацию. На смену некоторым научным сотрудникам в лаборатории придут роботы-ассистенты. Они способны проводить те же манипуляции, эксперименты, что и человек. В рамках исследования за 8 часов механический ассистент выполнил почти 690 манипуляций. Роботам поручат выполнение непрерывной и монотонной работы. Это значительно ускорит процесс исследований. При этом машина будет работать 22 часа в сутки без выходных, больничных и отпуска. Оставшиеся 2 часа понадобятся для подзарядки. В сети набирает популярность видео, на котором хомяк неожиданно для всех проявил свои акробатические способности. В одном аквариуме обитает несколько зверьков, которые занимаются обычными для себя делами. А в какой-то момент один из хомяков подобрался к краю и сделал сальто назад. Получилось это настолько эффектно, что многие пользователи сети удивились произошедшему. Впрочем, оцените этот акробатический трюк сами. Медвежонок провалил миссию, пока его мама добывала вкусняшки у людей. Странный шум на веранде разбудил хозяйку дома посреди ночи. Она отправилась посмотреть, что там происходит, и компания ее составила ее собакам. Подойдя к окну и включив свет на улице, хозяйка увидела совсем юного медвежонка. Он стоял прямо перед входной дверью и, конечно, испугался, когда собака начала лаять. Но тут появилась медведица, которая поняла, что ее малыш не справился с миссией, пока мама решила заглянуть в запасы людей. И стала уводить маленького косолапого, который к тому времени уже вовсю красовался перед камерой. Фотограф нашел идеальное для скрытой съемки место в лесу и установил фотоловушку, чтобы запечатлеть дикую рысь. Но результат очень повеселил любителей дикой природы. То, что он увидел на готовых кадрах, стало полной неожиданностью. Оказалось, что в какой-то момент мимо фотоловушки проходил парень, который заметил устройство. И тут неизвестный гость решил устроить фотосессию. Ее результатом фотограф поделился в сети. А позднее даже объявился сам герой снимков. Астрономы утверждают, что обнаружили самую быструю звезду Млечного пути. Она движется со скоростью 24 тысячи километров в секунду. Ранее самой быстрой считала звезда, скоростью движения которой составляет 20 тысяч километров в секунду. Она делает полный оборот вокруг черной дыры за 9,9 лет. А новое исследование помогло ученым открыть звезду, которая обращается вокруг черной дыры за 7,6 лет. По мнению специалистов, звезда может относиться к классу светил, которые сжимаются под действием приливных сил черной дыры. Сегодня в нашей рубрике есть вопрос. Медиатор и адвокат Анна Журавлева расскажет о разрешении спорных вопросов по договору об оказании туристических услуг. Часто такое случается, что запланированное и оплаченное туристическое путешествие не может состояться. По независимым причинам турист может отказаться от тура. И это право предусмотрено законодательством Республики Беларусь. Для того, чтобы отказаться от тура, необходимо обратиться с письменным заявлением в туристическую компанию, с которой заключен договор. И в заявлении необходимо указать, что вы отказываетесь от тура и просите вернуть вам оплаченные деньги. Такой отказ предусмотрен в одностороннем порядке, и поэтому для расторжения договора согласие туристической компании не требуется. Туристическая компания обязана вернуть денежные средства за исключением фактически понесенных расходов, размер которых компания должна подтвердить документально. Если туристическое путешествие не состоялось по причинам возникновения обстоятельств непреодолимой силы, либо обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отвечает, как, например, решение государственных органов о закрытии границ, либо введение чрезвычайного положения, либо возникновение обстоятельств, которые угрожают жизни и здоровью туристов, то туристическое путешествие может быть отменено, либо изменены условия договора. В случае расторжения договора по таким обстоятельствам деньги должны быть возвращены в полном объеме. Турист может столкнуться с ситуацией, когда немедленное возвращение денежных средств туристической компании невозможно, ввиду их отсутствия. И тогда, конечно, за туристом сохраняется право обращения в суд за судебной защитой. Однако необходимо помнить, что судебные решения, связанные с денежными взысканиями, иногда не могут быть реально исполнены. И поэтому предпочтительным является разрешение вопросов, связанных с изменением туристического путешествия, либо вопросов, связанных с расторжением договора об оказании туристических услуг, решать посредством проведения переговоров, либо путем применения процедуры медиации. Как провести остаток лета с пользой? Своими идеями на этот счет с нами поделились гомельчане. Они дали немало отдельных советов и рассказали о проверенных и практически незатратных видах досуга. Я Влад. С вводной от учебы времени занимаюсь воркаутом. Если коротко, воркаут – это самостоятельные уличные тренировки. Заниматься данным видом спорта я начал совсем недавно, а если бы точно, 3 месяца назад. Почему именно воркаут? Потому что это совершенно бесплатно, и им можно заниматься в любое время. Практически в каждом дворе есть турники и брусья, однако даже в нашем городе есть специальные площадки для занятий данным видом спорта, такие как стадион школы номер 45 или центральный пляж. Также есть организации, занимающиеся данным видом спорта. Они проводят соревнования между ребятами. Для того, чтобы привести свою физическую форму в хорошее состояние, необходимо, не нужно тратить деньги, необходимо просто встать с дивана и пойти на турники. Этот новый день с вами встречали «Утренний фреш» и я, Влада Васильева. Сегодня пятница, а это значит, что впереди у многих выходные. Желаю продуктивного рабочего дня и только хорошего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok